Спутник ВИ теперь вводят назально. Назальная вакцина – это все тот же спутник ВИ. То есть, если раньше люди делали в виде инъекции в мышцу с помощью уколов, то сейчас у них есть выбор. Отличие интерназальной от инъекционной состоит лишь в способе имести его введения. Туристический фестиваль «Альтер-эго». Данный проект реализовывается при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. И конкретно данный проект поддерживается, получил поддержку на конкурсе проектов среди физических лиц. Мы всем поможем. Центр психологической помощи КФУ. Психолог может провести, скажем, три, максимум четыре консультации. Сюда же входит и групповая часть работы. Кроме этого, психологи работают и дают заключения, рекомендации, соответственно, разрабатывают программы. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Анна Климина. Магистрант Института управления экономики и финансов Казанского Федерального университета Расмиряне Маналу, обучающаяся на специальности туризм, стала участницей международной стажировки Русского географического общества, которая проходила в Республике Алтай. Проект направлен на развитие сотрудничества между российской и иностранной молодежью в области географии, экологии, туризма и проходит при грантовой поддержке Русского географического общества. Во время стажировки иностранцы могли не только погрузиться в культуру и истории Республики Алтая, но и пообщаться с учеными и общественными деятелями региона. На одной из встреч стажеры представили собственные инициативы, рассказали о направлениях своей деятельности и результатах реализации проектов в области географии и смежных наук. Группа компании «Соларс» объявляет о запуске собственной автомобильной марки с одноименным названием. На чем будут ездить россияне, смотрите далее. Издание «Автору» со ссылкой на РБК сообщает, что в ближайшем будущем к привычным россиянам «Ладе» и «Уазу» добавится новый автомобильный бренд «Соларс». На сегодняшний день компания владеет несколькими автомобильными предприятиями, где до недавнего времени выпускались автомобиль «Форд» и «Мазда». Однако в связи с уходом данных компаний с рынка России ситуация немного видоизменилась. Одним из первых заводов, где «Соларсы» будут выпускаться, станет завод в Елабуге. На данном предприятии долгое время собирались полукоммерческие автомобили «Форд Транзит». Это, безусловно, восстановление производства, восстановление функционирования рабочих мест. Люди будут получать зарплату, платить налоги. Это, безусловно, положительный момент. Вообще спрос на малодонажные грузовые автомобили в России достаточно высок. Это и транспорт для сегмента малого и среднего бизнеса, и автомобили скорой помощи, и даже маршрутные междугородные автобусы. По итогам прошлого года дилерам было отгружено чуть более 150 тысяч автомобилей. Покрыть такой спрос одними «Газелями» практически невозможно, считают аналитики. Безусловно, есть спрос и на китайцев, но те же «Фавы» – капля в море. Их было реализовано за 21 год смешные 4 тысячи. А вот «Форды», собранные в Елабуге, составляют хорошую конкуренцию «Газу» – около 20 тысяч машин. Поэтому решение о перезапуске «Солерса», но уже без приставки «Форд», выглядит решением закономерным. Уход «Форда» будет означать, что наш производитель «Солерс» в какой-то степени потеряет доступ к технологиям, которые ранее использовались. Возможно, к каким-то комплектующим, к каким-то элементам оборудования для производства. И это тоже может стать существенной проблемой. Как обещает руководство «Солерса», уже в ближайшем будущем с конвейера сойдет принципиально новый малотоннажник, к разработке которого планируют привлечь всех нынешних работников предприятия и выпускников профильных учебных заведений. Пока предприятие, расположенное в Татарстане, анонсировало выпуск двух моделей легкого коммерческого транспорта. В Казанском федеральном университете на базе Института психологии и образования начала работу клиника психологической помощи студентам и преподавателям. Как осуществляется помощь и как можно за ней обратиться, расскажет Карина Саяхова. Клиника психологической помощи уже 1 сентября распахнула свои двери для оказания помощи студентам и преподавателям в решении разного рода проблем. Проблем с адаптацией в университете, успеваемостью и развитием способностей, психическими и психологическими отклонениями, а также личностными и семейными трудностями. Профессиональную помощь оказывают исключительно квалифицированные и подготовленные кадры, ведь каждый понимает, нет права на ошибку. На сегодняшний день в основной локации клиники ведутся ремонтные работы, поэтому пока что действие ведется в одной из аудиторий Института психологии и образования. Закупается необходимая техника и создается благоприятная атмосфера для проведения психологических сеансов. Штатные психологи приняты на работу, трудоустроены, они не получили задания, они уже изучают, входят в работу, потому что студенты могут через личные кабинеты записаться, выйти на сайт психологической клиники. Мы эту работу, я думаю, сможем выстроить так, что охватим максимальное число студентов, нуждающихся в психологической помощи. Поддержать студентов и преподавателей клиника планируют несколькими способами. Групповая работа предполагает проведение тренингов личностного роста, по командообразованию, раскрытию творческого потенциала, а также повышению социальной активности. Еще одним направлением работы клиники является индивидуальное консультирование студентов, очное, телефонное и посредством интернет-ресурсов. Кроме того, совсем скоро заработает и телефон доверия для оказания экстренной психологической помощи. Психолог может провести, скажем, три, максимум четыре консультации, сюда же входят и групповые часы работы. Кроме этого, психологи работают и дают заключения, рекомендации, соответственно, разрабатывают программы. И, естественно, сейчас очень популярный способ – это работа и в соцсетях, то есть и работа с мессенджерами планируется, и работа с контентом, чтобы можно было что-то почитать интересное и так далее. Или какие-то статьи полезные, то есть или какие-то рекомендации полезные, которые помогут в сложных жизненных ситуациях и будут таким гайдом, то есть трек-листом. Обратиться за помощью студентам и преподавателям Казанского федерального университета можно через личный кабинет и напрямую через Институт психологии и образования. Необходимо найти вкладку с психологической помощью и записаться на прием. Клиника работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 9 вечера. Карина Саяхова, Ленар Гизатуллин, Универньюс. Спутник ВИ теперь вводят назально. Вместо укола препарат распыляют в носоглотке. О том, чем отличается метод введения вакцины и где можно будет пройти ревакцинацию, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. Число выявленных случаев ковид в России за сутки выросло на 9 тысяч и с каждым днем все больше и больше увеличивается. В университетской клинике Казанского федерального университета стала доступна назальная вакцина «Спутник ВИ» от коронавируса. Она появилась относительно недавно, поэтому и вопросов к ней возникает довольно много. Назальная вакцина – это все тот же «Спутник ВИ». То есть, если раньше люди делали в виде инъекции в мышцу с помощью уколов, то сейчас у них есть выбор. Отличие интерназальной от инъекционной состоит лишь в способе имести его введения. Для россиян рисков как таковых нет, потому что эта вакцина не содержит активно размножающегося вируса и, соответственно, не способна вызвать заболевания. Назальная вакцина – это так называемый спрей. Препарат находится в шприце, но на него надевается не иголка, а специальная насадка с фильтром. Если нажать на поршень шприца перед носом и глубоко вздохнуть, жидкость в виде мельчайших частиц капелек осядет в носовой полости. На слизистой оболочке образуются секреторные антитела, которые и будут нейтрализировать вирус, пытающийся проникнуть в организм воздушно-капельным путем. В составе назальной вакцины, так же, как и в ее предшественнице «Спутник ВИ», самого коронавируса или его частей нет. Есть аденовирусные векторы с измененным геномом, с помощью которых в организме и происходит выработка антител. Помимо этого, можно делать как вакцину против гриппа, так и вакцину против новой коронавирусной инфекции в один день. Так как входными воротами для новой коронавирусной инфекции является носоглотка, путь введения этой вакцины через носовой ход, то таким образом формируется наказальный местный иммунитет и такой способ в день считается достаточно эффективным. Как и «Спутник ВИ», назальная вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в три недели. Иммунизация осуществляется в поликлинике униклиники Казанского федерального университета по адресу улицы Вишневского, 2А, с понедельника по пятницу с 8 до 7 вечера. Студенты смогут сделать прививку в студенческой поликлинике по адресу Оренбургский тракт, 95. Также в поликлиниках КФУ от коронавируса можно прививаться вакцины «Спутник ВИ» внутримышечно. Алина Красильникова, Универньюз. В республике Татарстан пройдет туристический фестиваль «Альтер-эго». Подробнее о мероприятии постарались разобраться в сюжете. На протяжении двух дней около ста молодых людей смогут принять участие в фестивале, организованном туристским клубом Казанского федерального университета «Альтер-эго». Проект реализован на средства гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Данный проект реализовывается при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. И конкретно данный проект поддерживается, получил поддержку на конкурсе проектов среди физических лиц. Турфест «Альтер-эго» пройдет в живописном лесу на берегу реки Илеть. Грантовые средства в размере 518 тысяч рублей будут направлены на транспортные услуги для участников, приобретение необходимого оборудования и снаряжения для проведения фестиваля, а также полиграфическую и сувенирную продукцию. Как мы все знаем, большинство молодежи любит город, но им тоже важно побывать на природе, пообщаться со своими сверстниками, возможно отвлечься от гаджетов и побыть на природе, почувствовать ее дух и какие-то навыки получить самое важное. Потому что эти навыки потом лягут в базу этих молодых ребят, и они смогут и дальше продвигать этот спортивный туризм, «Говорить, как это круто». Турфест состоится 24-25 сентября в кругу единомышленников. Ребята будут ночевать в палатках в лесу, готовить на костре, проходить различные туристские этапы, развивать свои навыки по теме автономного нахождения в дикой природе и просто активничать два дня. И мы решили с нашими активистами нашего клуба подать заявку, участвовать в этом конкурсе, получить поддержку на проведение интересного туристического фестиваля. Он нацелен на популяризацию активного вида отдыха и развитие спортивного туризма среди молодежи. То есть наша целевая аудитория как раз подходит к нам. Это ребята старше 18 лет, студенты. Всего участниками слета смогут стать 100 человек из Казани, достигнувшие 18-летнего возраста. Среди участников организаторы будут особо рады видеть студентов Казанского федерального университета. Для зарегистрированных участников запланирован цикл обучающих семинаров. Будущие путешественники смогут получить базовые знания по спортивному туризму и природной среде, в которой они будут находиться. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Анна Климина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok